Села Джамбайского района преображаются благодаря реализации государственных программ и ряда проектов. Масштабные перемены затронули несколько махалей. В каждом из них реализован какой-либо проект – строительство социальных объектов, дорог, улучшение электроснабжения, обеспечение питьевой водой, благоустройство территории. В отдаленном селе Карабчи, расположенном в 40 километрах от районного центра, прокладываются ровные дороги, решаются проблемы с водо- и электроснабжением. В этом году в районе протянут около 30 километров сети питьевого водоснабжения. Например, в Махалях-Найман, Ширкургон и Алмазур – по 4 километра, Назары-Кудукли – по свыше 5 километров, в Махале-Пулгонарых – 2,5 километров. В результате около 700 домохозяйств, 10 объектов социальной сферы, 5 тысяч жителей обеспечены чистой питьевой водой. В этом году планируется заасфальтировать 40 километров дорог Джамбайского района. На сегодняшний день в эксплуатацию сдано 28 километров. В частности, на внутренних дорогах села Карабчи протяженностью 1 километр 200 метров сделано асфальтовое покрытие. На 12 километрах дорог – текущий ремонт. В целях улучшения электроснабжения обновлено 197 опор линий электропередач и отремонтировано два трансформатора. Все эти слагаемые, направленные на процветание села не могут не радовать жителей. Поскольку Карабчи является одним из самых отдаленных сел района, было много связанных с социальной сферой проблем, которым не уделялось должного внимания. Происходящие преобразования направлены на их решение. В результате капитального ремонта поселкового водного сооружения, установки современного гидромотора и прокладки 4-километрового водопровода, 200 домовладений обеспечены питьевой водой. Кроме того, обновлена система отопления школы 25, а для детей построена терраса из легких конструкций, которая также будет служить и залом для сельских активистов. Для молодежи организована воркаут-площадка. Наряду с этим в строй введен новый медицинский пункт и точка экстренной медицинской помощи. Теперь селянам не нужно обращаться в районный центр, как прежде. Всю необходимую помощь они смогут получить здесь же, в своей махале. Продолжение следует... Продолжение следует... В открытии медицинского пункта приняли участие Хоким района и представители общественности. Выступавшие отметили, что сегодня все проводимые работы направлены на прославление человеческого достоинства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...